Добрый день, меня зовут Кослинский Евгений. Я решаю задачу анализа банковских транзакционных данных и выявления типов потребления пользователей. Целью исследования является выделение типов потребления клиентов и классификация клиентов по этим типам. Решаемая мною задача является построение модели, которая позволила бы выделить какие-то интерпретируемые темы для дальнейшей реализации нашей цели. Существует два основных подхода к решению этой задачи. Первый из них — это тематическое моделирование. Этот подход основан на гипотезе независимости или мешка слов. Согласно ему, порядок слов в документе ни на что не влияет. Второй подход — это векторное представление, основанное на гипотезе дистрибутивности. Согласно ему, слова, встречающиеся в похожем контексте, имеют похожий смысл. По тематическому моделированию существует обширный обзор Воронцова 2017 года. По применению векторного представления в тематическом моделировании существует работа Попова 2017 года. Нам даны множество клиентов и множество MCC-кодов с их описанием. А также дан массив транзакций, содержащий информацию о клиенте, коде операции, дате операции и сумме операции. Мы хотим выявить из него какие-то темы, назовем их пока так. Критерием этого будем брать среднюю конкурентность тем. Среднюю конкурентность тем мы будем брать, потому что она хорошо соответствует асессорским оценкам интерпретируемости тем. Как мы ее будем считать? По сути, это показатель того, насколько часто основные слова, определяющие темы встречаются рядом друг с другом. Можете увидеть на экране, как мы ее численно считаем, где заданная оценка совместной встречаемости нам берется в качестве, в виде окна, в котором мы хотим увидеть два этих терма W и W. Целью эксперимента является построение тематической модели, учитывающей совстречаемость MCC-кодов. Эксперимент делится на две части. Первую базовую, то есть представление обычной модели не на данных совстречаемости, а на гипотезе межкослов основанной. И вторая часть основная, построение нерегуляризованной модели, но уже на обработанных данных, то есть на основе гипотезы векторного представления и, соответственно, уже по данным совстречаемости MCC-кодов. Вот. Основная суть второго эксперимента, то есть основного. Это подготовка данных. Мы должны для каждого клиента сформировать последовательность MCC-кодов его покупок и далее по каждой, по этим последовательностям вычислить совстречаемость MCC-кодов. Как мы это делаем? Мы хотим вычислить совстречаемость MCC-кодов W и D. Для этого мы рассматриваем все вхождения во все последовательности MCC-кода W и смотрим за ним следующие H-кодов в каждом случае. Далее мы вычисляем количество тех случаев, когда в это окно в H попал MCC-код D. Ну и, соответственно, получаем оценку совстречаемости. Вот. Данный эксперимент показывает нам, что модель на основе совстречаемости лучше себя ведет по мере когерентности по отношению к основному эксперименту. Но это только если окно меры близко к окну, по которому мы строили саму модель. То есть мы строили эту модель по окну совстречаемости 3 и, как видим, если мы возьмем окно меры 3, то данная модель сильно превосходит базовую. Если мы возьмем окно меры когерентности 5, то уже не так сильно превосходит основной эксперимент. А если мы возьмем окно меры когерентности уже достаточно большое, 20, то уже проигрывает основной модели по мере когерентности. Также мы можем увидеть, что окно построено. Данная таблица показывает нам зависимость когерентности от окна построения, где когерентность берется по окну 20. И мы видим, соответственно, что при наибольшей мере когерентности также достигается при построении по окну шириной 20. Также интересными являются темы, которые выявляет наша основная модель. Они несколько отличаются по смыслу от тем базового эксперимента. Например, в них можно заметить некоторую зависимость по-другому скомпонованной темы. То есть здесь мы видим, что данные темы, данные MCC-коды скорее всего были скомпонованы по времени. То есть это все произошло рядом. То есть там в субботний семейный шопинг тут покупки одежды, покупки еды и там на бензин траты. Ну или мы можем заметить другую тему. То есть я ее интерпретирую как воскресный разбор бумажек. Тут мы видим, что пользователи часто подряд оплачивают всякие штрафы, налоговые платежи и прочие бумажную работу берут. И можем увидеть, что достаточно устойчиво в этой теме выделяется транзакция парикмахерские и салоны красоты. Причем это видно на различных выборках, на на различных окнах конкурентности. Но почему-то эта тема устойчива всегда рядом с правительственными услугами, штрафами, налоговыми платежами. Ну, наверное, это что-то значит. Это тоже можно с этой информацией что-то делать. Ну, мы убедились, что подход векторного моделирования, векторного представления имеет место для задач тематического моделирования транзакционных данных. А также давайте скажем, что здесь надо еще сделать. Ну, надо научиться определять темы для каждого пользователя. Предстоит еще наложить регулируйзаторы на модель совстречаемости и, собственно, пока еще задача в ходе решения. Как можно переформулировать гипотезу о том, что в похожих контекстах встречаются близкие по смыслу слова в терминах транзакций и вот этих покупок? Ну, если я правильно понял вопрос, то просто те покупки, которые шли подряд, я карточкой оплатил вначале заправку, потом в магазине расплатился, они рядом в нашем временном ряду подряд. Если третий еще раз вопрос, насколько правдиво то, что подряд идущие покупки бывают одними теми? Ну, например, у пользователя есть какие-то привычки. Всегда на автозаправке он берет кофе. То есть, мы будем видеть, что совстречаемость термо на бензин и продовольственные магазины, между ними есть зависимость. И более сложные конструкции тоже мы можем видеть, вот как было показано в темах. И это я показал достаточно устойчивые конструкции, то есть они были выявлены на разных выборках, на разной и ширине окна. Я правильно понимаю, что это информация о том, какая покупка была совершена? Не совсем. Она несет информацию, где мы совершили эту покупку. То есть, если мы приходим в магазин, мы не видим, купил ли пользователь мороженое или какой-то хостовар, если это был Миратор. Мы видим, что он покупал это в продовольцем магазине. Да, мы не знаем, что это. используют эту информацию о том, где мы покупали покупки на тематической модели или информацию о самих покупателе в поле и в возрасте. Да, существует мультимодальная модель. Например, базовая модель так и работает. Она учитывает некоторые гендерную принадлежность, учитывает возраст и образование. Но модель векторного представления этого не учитывает. Можете открыть слайд, где субботниче. Да. Вот как торгируется название кодов? Что такое женская одежда? видимо это какой-то магазин, который торгует женской одеждой. Тут названием кодов немного сокращены, чтобы влезло в слайд. Вообще они там есть табличка, словарь. У нас есть номер и описание и категория, в которой этот MC-код лежит. А я правильно понимаю, что ваши задачи развиваются и попытаются выходит к контакции? Ну да, и попытаться предсказать его поведение. То есть вы будете строить профили? Ну, глобально задача сейчас заключается в этом, да. У меня она уже. Спасибо.